Вот представьте себе курятник обычный. Курятник это такой сарай на окраине села он стоит. Там куры в курятнике. Они спят, им хорошо. Ну, петух, естественно, есть. Все отдыхают, куры. В какой-то момент трактор мимо проезжает, рок от мотора там, и куры просыпаются. Они, естественно, не могут осознать, что это, что такое трактор, почему он мимо проехал. Они просто просыпаются, испуганы от резкого звука, и начинают кудахтать, и кудахчут они как. Так, что же творится такое, что случилось, кто за это отвечает, да кто посмел, да как же так, да как же мы нестись-то будем в этой атмосфере, да куда смотрит наш петух. И все это идет, 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 вот они кудахчут, 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 потом раз, все потихоньку утихает, и до следующего трактора. А трактор это что? Это теракт какой-нибудь в Бельгии, это самолет упал, боинг какой-нибудь, да, а что такое курятник? Это благосфера, это вот социальные сети, фейсбук, вконтакте, одноклассники. Ну, в основном, конечно, фейсбук, когда вот самолет, например, падает где-то, то сразу все в фейсбуке становятся авиаэкспертами. И сразу возникает куча версий, почему этот самолет упал, буквально через минуту после того, как это случилось, да, не дожидаясь там какое-то расследование, или там не пытаясь там связаться с экспертами, что вынуждены делать официальные СМИ. Официальные СМИ очень притормаживают, да, они должны связаться с экспертами, получить какое-то заключение, да. Ну, и они сейчас идут на поводу соцсетей, и очень часто публикации официальных СМИ состоят из цитат, типа, из соцсетей. Ну, вот этот курятник, он постоянно возбуждается, он кудахчет, хлопочет, крыльями бьет, и все это превращается в такой бардак. И, в общем, социальные сети — это какое-то сосредоточение части человеческих пороков, да, гордыня, самоуверенность. Все это выплескивается через социальные сети. И что можно думать о будущем в этом случае? Скорее всего, рано или поздно будут введены такие законы, и к этому надо быть готовым, что человек будет нести ответственность за свои слова. Вот прямая ответственность, вот что-то он такое предположил несуществующее, да, будет как-то отвечать. Там, не знаю, гражданско-правовая ответственность, а в некоторых случаях уголовная. И уже сейчас эта ответственность в этом курятнике социальных сетей, она уже вводится. И мы слышим о том, что садят за... ну, не садят, это неправильно сказано. Человека судят там за перепост, конфискуют у него средства производства вот этого вот кудахтания, компьютер. И это очень возмущает. Но надо быть готовым к тому, что рано или поздно государство, и не только наше государство, все государства, государственные машины будут контролировать вот этот курятник социальных сетей. И нельзя будет в Фейсбуке сразу после падения Боинга написать собственную версию, почему этот Боинг упал. Ну, я так думаю.